Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmTB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на залечь на дно в Брюгге 2007 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. 7 психопатов 2012 года Непутёвый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. В воле случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное – любимый пёс главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счёта вычислить и уничтожить оболтусов. Реальные парни 2012 года История строится вокруг двух уже немолодых преступников, один из которых получил задание убить близкого друга. Столь непростая ситуация требует времени на обдумывание, и киллеры решают вместе с приятелем изрядно побуянить, прежде чем будет принято окончательное решение. Однажды в Ирландии 2011 года Женщины, выпивка и весёлые шутки – вот радости добродушного ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он никогда не помышлял о героизме, пока однажды в городишке Голуэй не появился агент ФБР, который призвал незадачливого служителя порядка помочь ему накрыть международную банду наркоторговцев. Смогут ли сработаться весёлый рыжий ирландец и решительный афроамериканец? Ведь дело, за которое они взялись, окажется таким же непредсказуемым, как и они сами. Телохранитель 2010 года Пытаясь покончить с криминальным прошлым, Митч знакомится с кинозвездой Шарлоттой, которая прячется в своём доме от толпы репортеров и фотографов. Красота и ранимость актрисы покоряют Митча, и он становится её телохранителем, защищая Шарлоту от агрессивных папарацци, преследователей и прочих негодяев. Но преступный мир так легко его не отпустит. Счастливое число Слевина 2005 года Слевину не везёт, дом опечатан, девушка ушла к другому. Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить в пустой квартире. В это время крупный криминальный авторитет по прозвищу Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнёром Рабби за убийство сына и в отместку заказать его наследника. Карты, деньги, два ствола 1998 года Четверо молодых парней накопили каждые по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матёрым преступником, известным по кличке Гарри Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч. На уплату долга ему дали неделю. В противном случае и ему, и его спонсорам каждый день будут отрубать по пальцу, а потом... Чтобы выйти из положения, ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить трёх ботаников, выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения Четверки не заканчиваются. Криминальное чтиво 1994 года Двое бандитов, Винсент Вега и Джулс Винфилд, проводят время в философских беседах, в перерыве между разборками и решением проблем с должниками своего криминального босса Марселлоса Уоллоса. Параллельно разворачиваются три истории. В первой из них Винсент присматривает за женой Марселлоса, Мии, и спасает её от передозировки наркотиков. Во второй рассказывается о Буче Кулиджи, боксёре, но на этом волосом, чтобы сдать бой, но обманувшим его. Третья история объединяет первые две. В кафе парочка молодых неудачливых грабителей Пампкин и Хани Бани делают попытку ограбления, но Джулс останавливает их. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok